Ожидание изменений к лучшему, но пока с риторикой осторожных выводов. Какой Украину с Владимиром Зеленским в качестве президента видят Одесситы? Чтобы узнать, мы вышли на центральные улицы города и пообщались с людьми. Цветущей, счастливой, богатой, красивой, чтобы у детей было будущее, был мир на земле, самое главное. Потому что у меня два внука, я так переживаю, чтобы не было войны. Дай Бог всем счастья, здоровья. А Зеленскому я желаю от души, ну всего-всего-всего, силы, терпения, чтобы он сделал нашу Украину счастливой, мирной и богатой. Время покажет. Думаю, будет все замечательно. Ну какие ожидания от него на первых этапах? Ожидания, что он посадит наконец-то Порошенко. Ну как по мне, тут два варианта. Либо все будет хорошо, прямо все, вот закончится война, но это лет через пять. То есть быстро все это не произойдет. Поднимется экономика страны, ну либо Порошенко станет министром, Зеленский поедет гастролировать, и все у нас будет плохо. То есть тут, ну я надеюсь на лучшее. А какие первые действия от Зеленского вы ждете? Ну как по мне, он первым делом поборит коррупцию. Потому что уже пора. Ну плюс это новое лицо. Все-таки еще пять лет с Порошенко мы бы не вытянули. Мы рады были, что он победил. И что мы дождались вот этого результата. Потому что мы все возлагали надежды на его победу. И мы уверены, что страна на самом деле в сравнении с тем, что было, оживет и станет намного красивее и лучше, конечно, во всех отношениях. Что она будет и процветать, и давать новые возможности, и людям уже привносить все, что они ожидали. В каких-то переменах, может быть, просто, может быть, что-то поменяется, а может и нет. Пока сложно судить. Будем смотреть на его первые поступки. И по ним уже как-то выстраивать дальше ожидания. Пока никакую не вижу, честно говоря. И для меня это очень печально. Вот. Потому что за всю предвыборную кампанию я так и не поняла никаких намерений. Очень сложно сказать. Конечно, мы все ждем завершения войны. И ждем завершения ее в нашу пользу. То есть мы хотим все-таки остаться единой территорией. И не просто территорией, а государством полноценным. Вот. И это, собственно, самый главный вопрос, который волнует всех в данный момент. Решение вопроса с Крымом, который тоже очень сложный в данный момент. И очень не хочется, чтобы в каком-нибудь 2030 году Украина стала каким-то виртуальным государством из тех 25%, которые просто будут где-то по всему миру разбросаны. Пока что много неясных для себя сюжетов. Как будет в области, прежде всего, отношения ко всем тем людям, которые являются гражданами Украины? Я часто слышу, мы украинцы. Здесь живут граждане Украины, среди которых не только украинцы. Здесь и евреи, здесь и армяне, азербайджанцы. Ну, очень много национальностей. Молдаване, гагаузы, русские, в конце концов, тоже есть. Вот как будет восприниматься этим человеком, вот это слово, мы граждане Украины? Зеленский это такой тип, который, например, «Слуга народа», он снял сериал же, и много показал народу, что можно из этого государства что-то сделать. Побороть коррупцию и так далее. И вот этот момент, он завел людей на самом деле. И они захотели увидеть, что может быть в Украине как-то по-другому. Что не так, как засели все люди, пилят они, скажем так, по жаргону, бюджет Украины. В принципе, она богатая страна, и богата теми людьми, которые грамотные, умные, они могут что-то внедрить, новые инновации сделать. Но это те люди, они все это, финансы, которые поступают на развитие этого нанотехнологии и так далее, на этих людей развивать, они все оседают в других местах.